Inside my heart is breaking, I make up maybe flaking, but my smile seems to be on. И так еще улыбку пошире. Всем привет, доброе утро, здравствуйте, здесь не Норси Башвили. Александр Плющев, а что ты смеешься? Не, ничего, просто начинается с того, что немного куда-то, значит, улезает. А что ты отвлекаешься, Александр? Наоборот, не отвлекаешься, так сказать, заострее внимания, заострее внимания. Всем привет, в эфире Breakfast Show, и как же приятно мне на нашей новой заставке видеть имя Александра Плющева. А Юлия Панкратова здесь же, этот же человек, точнее, человек, как это сказать, человек с абсолютно одинаковым именем и фамилией. Да и выглядит похоже. Кстати, я понял по причину, почему разные отчества в Википедии. Одна, значит, ведет Breakfast Show, а вторая рассказывает новости. Александра, я соскучился. Максим, я тоже соскучилась. Как я соскучу, соскучу, соскучилась. Меня, как это сказать, подталкивают на гадость демоны. Я не могу с ними справиться. Вот у меня прям голоса в голове, покажи им самую дичь, покажи им самую хрень, которую никто не поймет. Нужны клипы с Сашей Плющевым, который глаза закатывает и зевает. Нужен Макс с круглыми глазами, напуганными. И вот она, невероятно, Люся Грин. Люся, привет. Привет, да. Привет, Юля. Welcome to hell. Да, да. Тебя на прошлой неделе не было, уже всякие тут версии поползли, знаешь. Потому что Юли не было, и меня не было, что мне приходить. Юля, я вас приветствую, в общем, вас рада видеть. Я вас очень ждала. Welcome to hell, спасибо. Да, я первая догадалась, что вы будете у нас. Ну, классно. Саша не даст соврать. А я вчера по этому поводу, извините, процитирую комментарии. Вчера был, я читаю комментарии, я же новая ведущая. Мне интересно, что люди пишут. И был там прекрасный комментарий, что, Юля, не могли бы вы в эфир прийти в желтом платье, если Александр приковывает вас и заставляет работать. Видите, я в белом платье, ничего подобного не происходит. Просто нервный тик. А я в желтом за вас, Юль, понимаете? Я решила, что как бы вот меня мучает Александр. Там и батарея сзади, к чему приковывает. Прикованно, да. Пожалуйста. У нас на очереди новости из Тайваня. Там депутаты хотели принять один из законов. Он не нравился одному из... Одному из законодателей? Одному из законодателей. Что он решил сделать? А давайте-ка посмотрим, что он решил сделать. Он решил пробежать спринт с законопроектом, с текстом. Чтобы закон не приняли, он его схватил и наутек. А это вот один из способов тоже противостояния. Вот замечательно. Можно просто взять, схватить и убежать с законопроектом. Но как будто бы мы не живем в цифровом каком-то уже обществе давно. И как будто бы эти... Просто он раз и тогда... Ты знаешь, мне кажется, вот он так бежал, это все напоминало либо американский футбол, либо регби. Как, знаешь, вот он расталкивает, на него нападает, а ему нужно добежать до заветной черты, чтобы... А это, случайно, не Хвостов, помнишь, Гараж? Мы все из фильма вспоминаем. Вот это Хвостов, который он же съел, он хотел съесть решение. Он спрятал под кофту и потом сжег бумаги. Это, мне кажется, последователь Хвостова. Спасибо, Оля. Спасибо, Оля, извините нашему ТикТок-критику и самая controversial рубрика на нашем канале. Controversial. Да, это тоже требует специальный пояснительный... Тетрадочки. Вы знаете, мы заварили чай только что. Нам продюсер подсказал, который с вами переписывал, что без чая... Вот! Вот! Сейчас мы тоже нальем. Чтобы мы даже не вздумали из чая приходить на разговоры с вами. Черный чай. Черный чай без добавок. Только это и есть чай. Я вот, знаешь, я вот сегодня думал очень... Ты видишь, я немного в задумчивом каком-то настроении. У тебя дебаты с внутренним единороссом? Нет, нет, Татьяна, я переживаю за тебя. Я вот думаю, как ты чувствуешь себя в пятницу, когда надо на три недели расставаться со зрителями. Что ты ощущаешь? Как ты это переживаешь? Я бы умер, честно говоря. А ты ничего, молодцом, бодренько даже. Да. Потрясающе, совершенно. Начинаешь подозревать что-то. Совершенно потрясающе. Я начинаю подозревать, что ты такая веселая. Она на три недели расставится со зрителями. Я даже не знаю. Александр, слышите ли вы в студию? Да, привет, слышу. Привет, ну улыбнись же, ну улыбнись. Все, уже конец эфира. Ну, знаешь, слушайте, извините, ради бога, мне нужно сделать одну техническую вещь. Я сейчас исчезну из кадра буквально на одну секунду. Ну, это яд вроде как-то постирать собралась. Да. Грёза. Извините, ради бога. Да забыл стиральную машину выключить. Вот. По хозяйству, так сказать. Я потому не улыбчив, знаете ли, потому что в последнее время вовлечен в большие баталии в соцсетях, и там, знаете, не расслабишься. Только расслабишься и сразу... Александр, ну вы опять нас, вот тут это, в эфире будете журналистики учить. Что это такое? Сколько вам лет-то вообще? Да, именно так. Мы поговорим обязательно впереди о том, о том, что российский МИД и Минюст хотят исключить Талибана из списка запрещенных организаций. Да, я вот даже вчера начинала с этого выпуск, и, если честно, не поняла, насколько все эти сроки растягиваются вот у меня, что это значит, они хотят... и что теперь? Хотеть-то они хотят, да. Но нет, конечно, раз они хотят, то сделают. Все сделают. Безусловно. Сейчас мы... Я спрашиваю, как будто я Талибан. А ты спрашиваешь, как будто я МИД, вот в чем проблема. И в середине казалось, что украинец проигрывает. Но он сумел переломить ход боя, отправил соперника в нокдаун, в общем, там мучил его, мучил. И раздельным решением судей, мнения судей разошлись, там чуть-чуть-чуть-чуть победил Усик. Понимаете, сколько здесь политических всяких аллюзий. Что у вас там происходит все время? Звук, что ли, полетел? Звук полетел, да вернулся обратно. Слышу вас прекрасно. Ну, убирайтесь со своим звуком. Я почти все сказал. Еще буквально секунду. Ой, давайте. Ну, мы потом еще раз отбивку посмотрим, ладно? Окей. Тебе хочется, чтобы Федор Кашинеев, который и так 15 минут ждет, чтобы он совсем разозлился уже откровенно. И вышел такой в эфир подготовленный. Сейчас будет микро-рубрика «Экономика для самых маленьких». Микро-рубрика? Микро-рубрика. Нано-рубрика в моей микро-рубрике. Это короче-короче. Супер-короче. Экономика для маленьких. Я не буду ничего здесь пока что пояснительную бригаду давать, потому что тут все, по-моему, предельно должно быть ясно. Ситуация очень простая, особенно для Саши, мне кажется. Вообще ничего непонятно, я знаю, что вообще ничего непонятно. Друзья, готовьтесь, сейчас будет ни черта вам непонятной. Поехали. Ну зачем ты спойлеришь? Тем не менее, у нас уже заждался в нашей приемной Матвей Юрьевич Конопольский. Зачем же испытывать его терпение? Давайте немедленно соединимся с ним. Привет, Матвей Юрьевич. Здравствуйте, Матвей Юрьевич. Здравствуйте, Владимир Владимирович Путин и Валентина Ивановна Матвиенко. Это как я заждался в вашей приемной? Это я? Это я, Конопольский, в приемной? Я вас принимаю. Это вы у меня в приемной. Простите, мы тут замешкались, что-то в приемной встретили знакомую, разговаривались, извините, пожалуйста. Мне перед этим короткий вопрос. Вот 130 тысяч долларов, очень взволновала у меня эта сумма. Даже два у меня вопроса. Значит, с кем нужно переспать? И обязательно ли это должен быть президент? Ну и потом в ресторан. Если даже пицца Луганская, это именно пицца, что придумала для луганчан. И луганчане очень нравится пицца Луганская. Томатный соус, сыр голландский, болгарский перец, мазлини, ветчина бавара. Короче, все, пицца Луганск, брат. Да, пицца Луганск. Луганск. Да, Луганск. Если кто-нибудь видел в Берлине, в Берлине, если кто-нибудь видел выступление, и не только в Берлине, в Америке тоже есть франшиза, выступление Блюмен Групп, это вот было сейчас оно, только они сняли синие свои вот эти вот. Да, ну а насколько, какие есть решения у этого вопроса про вторичные санкции? Вообще-то, розетки не в моей компетенции. Но, как ответственный сотрудник же профиль. Но, это да. Сейчас мы ее быстро. Ань, что случилось? Свет вырубила. Спасибо большое. О, есть. Все, друзья, значит, у нас вырубилось электричество во всем здании. Точнее, на этаже, на целом. И пока неизвестно, что делать. Все автоматы мы проверили, но они не работают. Вот, значит, ждут ремонтную бригаду. Но мы вот тут покумекали и решили вот так запустить стрим. Это очень смешно. Я сел рядом с окном, для того, чтобы на меня хоть немного падал свет. Чтобы вы меня хоть чуть-чуть видели, потому что темень кромешная. Сейчас будет Юрий Евгеньевич у нас на связи и его военный обзор. Не уверен, что мы можем прямо сейчас запустить знаменитую заставку. Но, тем не менее, думаю, что Ивана мы... В смысле, Ивана мы услышим потом, а Юрия Федоровича мы услышим, увидим. Юрий Федорович... Юрий Федоров, Юрий Евгеньевич, извините, заговариваюсь. Юрий Евгеньевич, доброе утро. Здравствуйте, доброе утро. Я уже привык. Я даже вас слышу. Знаете, как удивительно вот это простые вещи, когда... Знаете, вот бывает, например, у вас, ну, упадете, нога потом болит. И потом так удивительно, что ты ходишь совершенно нормально, когда восстанавливаешься. Вот примерно так же. Есть такое приложение TikTok для Китая. Я вряд ли правильно назову его, как... Ну, что-то такое. Как-то... Слушай, тут будет... Тут будет... День шелти-борща. Да, день шелти-борща. Первый июня, мне кажется. Каждый год самые главные праздники. Ты знаешь, надо одеваться в розовое? Розовое, да. Можно быть в костюме. А ты глупо сам не праздывал? В костюме шелти-борща? Да, в костюме шелти-борща. Я буду яйцом. Вареным яйцом. Но надо еще что-нибудь розовенькое, а то это не совсем день шелти-борща. Хорошо. Уже, мне кажется, часть наших зрителей вообще не очень понимает, о чем речь. Это свекольник, холодный суп здесь. Главным образом, мне кажется, не понимает, что происходит Дмитрий Колизев, который уже минут пять с изумлением смотрит. Понимает, он помнит все, он же здешний. Дмитрий Колизев вместе с нами. Всем привет, Дима. Привет. Я же сам в недавнем прошлом Вильнисец, поэтому я застал и шелти-борща и фестиваль шелти-борща. И все это помню. Уверен, в его крови еще... Сижу и нестальгирую, слушаю вас. Еще плещется какая-то часть шелти-борща. У меня недавно жена, мы сижу в Лиссабоне, жена недавно делала шелти-борща и здесь. Мне кажется, это было единственное шелти-борща в Лиссабоне вообще. Если жарко, там вообще кайф просто. Это было просто супер. И еще во многом из-за того, что у супруг, у Монеточки, как мы знаем, который пишет музыку, делает аранжировки... Нет-нет, подождите. Это еще не супруг. Подождите, подождите. Фальстарт, фальстарт, куда? Поясним про Витю. Собственно говоря, Витя это муж. Да. И Витя тот человек, который занимается музыкальной частью, насколько я понимаю. Да, я пишу текст, я обычно ему это присылаю все в виде диктофонного сообщения. Раньше там под синтезатор я ему записывала, сейчас вообще иногда раздлинилась. Просто там... Я пахну как слухам, пахну как... Ну вот что-то такое. И он уже с этим работает и делает аранжировку, инструменты. Иногда наоборот, сам первый скидывает мне музыку. В общем, нам приходится совмещать очень много ролей. Продавщицу смешную в отделе колбас. И как Витя меня целовал в первый раз. В прямом ищении начало в 22. Все спортивных азидах. Слушай, с другой стороны, хорошо, что он никаким другим способом не проверил микрофон. Ну, в смысле, что слова все были более-менее приличные. Потому что там в ритм-то можно подобрать. Так это песня. Там этот стайл любимый, жгёмся в ритме колбасы. Я теперь всегда так и буду проверять, сверять. Я сегодня не смогла сразу быстренько подключиться. Но ты знаешь её? Конечно, её спортили. Вот, всё, отлично. Я думала, я одна тут выглась. Так её и не надо петь. Она вот речитативно произносится. Хорошая. Так. Ладно, я верю. Хорошо. Может, тебе тетрадочку завести? Ты будешь туда новые слова выписывать, Александр. А потом будем предложения с ними составлять. Обзор соли, да. Вот такой пухнет на три страницы. Да. День рождения в прямом эфире ведущие празднуют не то, чтобы часто. Только у Александра Плющева день рождения каждый день. Каждый день, да. Да, но к этому мы уже, знаете ли, все привыкли. А вот что у Максима Полякова сегодня день рождения, это, конечно, важное событие. Поэтому мы не даём Максиму провести это утро в одиночестве и требуем его незамедлительно в эфир. Максиму в студию. Привет. Привет. Поздравляем тебя, дорогой. С днем рождения, Макс. Спасибо. Спасибо огромное. У меня была утром тренировка с тренером по багментону. Вот я на корте. Вот наш зал. Вот они корты. У меня тоже с утра была такая тренировка. Всё отлично. Спорт – лучшее начало игры. Ну, во-первых, я историк. Настоящий дипломат. Я хороший спортсмен по многим видам спорта. У меня были кое-какие способности. Я международником всегда был. Я профессиональный футболист. Вот это человек, который всегда несёт правду и никогда не урод. Вот ему такая вот вещь. Кто-то урод. Белорусская вещь. Вот поэтому. Знаете, господа, я вот тут пишу новую песню. Она о любви. И вот там такие слова, и там такая музыка. Губы твои, словно алые лепестки. Ну, как? От души я пишу эту песню. А то. А то. Ну, в данном случае, ну, а то. Ладно, давай скажем, мы тут с Александром проводили небольшое совещание. Пока вы смотрели заставку и думали, надо ли было спросить у Игоря Владимировича про шоколад или нет. Я просто, давай, раскроем всё так, как мы мысленно обменивались, значит, сообщениями. Вот, причём большинством, да, мы даже не обсуждали. Нет, я просто подумал, что, ну, раз всё подорожает, то уж подорожание шоколадное. Подорожает шоколад, тут всё будет дорожать. А шоколад что, не будет? Будет, конечно. Уже, а шоколад уже впереди. А шоколадные яйца сколько будут стоить? Боюсь представить. Почему ты вспомнил именно про шоколадные яйца? А, шоколадные яйца, господи. В смысле того, что яйца уже подорожали, понимаете? Мне нравится ход мысли. Это трудно доходит до меня. В Карпеде была табличка «Подарок от президента Российской Федерации олимпийскому чемпиону». То есть бандота даже, откровенная суважуха, понимаете? Таких премиальных никто не получал. Это как бы личные считатели. Ну, это хозяин, Михаил Иванович. Подарил. Вы знаете, кто такой Михаил Иванович, да? Или нет? Михаил Иванович? Да. Если только бриллиантовая рука у меня сразу. Ну, конечно, молодёжь вас просвечивает. Михаил Иванович – это кличка Путина. Неужели вы этого не знаете? Вылетело. Вы чего? Это же как раз из-за бриллиантовой руки. Я позвоню шефу. Какому шефу? Михаил Ивановичу? Михаил Ивановичу. Приходите, посмотрите, оставьте комментарии к ролику, как обычно. Зачем к ролику комментарии? К ролику. У ролика. Давай Винни-Пуху ещё оставим комментарий. На. Расскажу. Я теперь играю в спектакль. Корнюсь, дай секунду. Я тут в эфире, пожалуйста. Ну и я не знаю, рядом ли твои Корни и Лука находятся, но им огромный-огромный привет. Мы их немножко слышим. И, конечно, хотелось бы их увидеть, но, может быть, это сейчас... Да, да. Ну-ка. Вон они. И Даня тоже, по-моему, тут все. О! Да, все здесь. Привет всем. Всем привет. Всем доброе утро. И вот эта традиция сохраняется в разных областях. Самарские власти. Я боюсь, даже фонд этот продуктовый сохранился с тех времён. Вот. Они, в частности, вручили семье 98-летнего ветерана Николая Кондрашова продуктовый набор с просроченным сыром, например. Вот. А что тут, не выбрасывают же. Он ещё нормальный. Правда? Я много раз ел просроченные продукты. Ну, это было твоё решение, понимаешь? А если бы я тебе подарила просроченный сыр, ты бы обрадовался? Две семьи ветеранов... Кстати, а вот и он. От тебя, конечно. Разумеется. Главное, чтобы ты подарила. Две семьи... Дождёшься, да. Две семьи ветеранов из Нововоронежа пожаловались на протухшее мясо в подарок. Зачем они мясо клали туда? Непонятно. Суббрика от Айрата полюбилась очень многим. И на прошлой неделе было видео о том, как готовить сырники. Там был такой секрет, как приготовить красивые сырники с помощью стакана. Ну, как-то взять стакан, поставить сверху на кусочек... Как это правильно назвать? Я ещё не проснулся. Ну, боже мой. Я сейчас без Айрата. Видите, мы ничего не можем вообще вам предложить. Если для энергии по утрам мы пьём смузи, для улучшения зрения я рекомендую есть морковку, а для улучшения памяти орехи, свежие овощи и фрукты. А у тебя есть какие-нибудь примеры? Разумеется. Я постоянно публично говорю, что пока не говорю об этом публично. Потому что я не хочу... Не-не-не, это проблема. Кто-то по-кровски так может сказать. Теперь всё стало ещё хуже. Благодаря новым технологиям у нас теперь есть кавер от искусственного интеллекта, от зубной щётки, которая, будучи русской щёткой, отправляет сообщение нашим ребятам. Давай посмотрим и постараемся как бы принять это. Какой хороший день! Какой хороший день! Ты поделана! Если вы разобрали слова, то подозревляю, поздравляю, Саша, тебе уже ничем не поможешь. Ну, скорее всего, ты разобрала слова оригинала, а там это... Какой хороший день, чтобы пойти на СВО. Вообще удивительное дело. Я смотрю, что парад не собирается смотреть подавляющее большинство. Это, ну, для нас хорошо, потому что мы будем в это время работать. И лучше смотрите Брекфорд-шоу. Вот, 94% не собираются смотреть в прямом эфире. Тем не менее, многие наши коллеги запланировали прямые трансляции, обсуждения там и так далее. Интересно, как они, значит, сегодня выкрутятся. 6% только нашей аудитории намерены их смотреть. Не знаю, как, не знаю. Хватит ерундой заниматься. Спасибо большое, Дима, за обложку этого альбома. Да нет, Дима, спасибо вообще за то, что пришёл к нам в эфир и очень мило стеснялся, как пишут наши зрители в чате. Спасибо большое. Пока. Матвей Юрьевич, во-первых, я должен сейчас предупредить, что если вдруг и Матвей Юрьевич, и наши зрители увидят, что Татьяна встаёт и уходит... Это да, это ничего личного. Мне просто надо успеть к врачу. Да, имейте в виду... Что, я сказал что-то такое, что... Нет, 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 нет. Внезапно, Матвей Юрьевич, ничего в этой жизни на самом деле не случается. Да, кирпич никому на голову не падает. Люся Грин сдала, можно сказать, информацию о том, что она с вами консультируется и получает некие наказы. Да ничего подобного. Что вы ей верите? Мы два раза с ней просто разговаривали по каким-то... Просто, ну там, про эфиры что-то. Чего? Мы просто завидуем, на самом деле. Мы тоже хотим. Чего завидуем? Начинается. Ё-моё, мало того, что вы меня заставили в такую рань вставать. Интересно, в каком состоянии находится туалет у местных жителей? И будет ли какая-нибудь антитолчковая программа реализована Олегом Дубовым? Мне кажется, политический минимум сдавать вот всем, и после этого тебя там... Нет, после этого тебя ставят в очередь. Так, подожди, а что надо сделать, чтобы туалет был нормальный? Во-первых, хорошо кушать, вот, так сказать. А во-вторых... Я думаю, у Олега Дубова с этим нет проблем. То тоже, так сказать, проблематично бывает. Во-вторых, так сказать, надо сдать политический минимум. Там, за кого ты, кого поддерживаешь там и так далее. В здании старой нефтебазы произошел хлопок. Ну, такой вот. Ну, не знаю, давайте посмотрим. Я надеюсь... Господи, я надеюсь, ты все это записываешь. Если, Господи, ты не записываешь, записываю, я можно ко мне обращаться. Все, вроде бы у нас на очереди наша традиционная рубрика «Ку-кухня». Чем нас сегодня порадует шеф-повар? Да, сегодня это завтра. Бу-генедро. Здорово, доброе. Будьте по-какому-кухня. У меня уже не встали. У-а-ритата. 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 Айдар, делай что-то из-за-фритата, пожалуйста. Вот так или иначе, нам сегодня всю дорогу из Болгарии некто Захаров послал болгарские левы в небольшом количестве и писал, что совсем нет зрителей у Либерах, вот он суровый приговор народа, никому мы не нужны. То есть подписался он как Захаров, а написал Захар Андреев. Да, ну это вообще на самом деле довольно известный пропутинский персонаж. А, Захар Андреев. Да, Захар Андреев, ты не знаешь его? Он экспертом выступает на некоторых ютуб-каналах. И всё время звонит по телефону. Значит, он же писал, что совсем оторвались от народа со своим англоязычным названием, принимается критика, особенно за пять болгарских лев, на которые нельзя купить примерно ничего. Вот, но в одном, чем прав Захаров Андреев, это в том, что ютуб сегодня ведёт себя совершенно вызывающе абсолютно и снизил число зрителей просто до невозможности. Готовы участвовать в мирных переговорах, но мы вас не приглашаем. Ну вот те, киноззрасьте, приехали. И Россия обвиняется в том, что мы не хотим принимать участие. Так нас не приглашают. Вот какие хорошие такие пупочки, замечательные. Их, оказывается, не приглашают на конференцию, так их жалко. Вообще, если бы мы всю её сегодня прочитали, сколько мы туда сегодня накидали, то, я боюсь, как раз два часа и было бы, вот опять. Но мы поставили себе задачу вам не очень докучать в выходные. То есть я как никогда была близка к исполнению своей мечты, чтобы весь эфир был из кукуха. Вот это и есть настоящая грузинка. Извините. Ну, хорошая мечта. Важен контекст, Александр. Да, это правда. Не забываем поставить лайки обязательно. Те, у кого хорошая погода, ставят лайки. Те, у кого плохая погода, пишут комментарии. Смотри. Те, у кого в межсезонье шлют донаты. Да, отлично. Я всё это время пропускал, занимался бегом. Бегал, ну, в общем, не пил. Я все эти четыре месяца с половиной не пил. В начале сентября вышел, дали вот этот мне нагрудный номер. Был, я всё лето бегал при прекрасной погоде. А тут я вышел на старт. Дождь идёт, холодно, плюс девять, кроссовки промокли. Ты бежишь по брусчатке, то есть не по лесу. И, в общем, всё это превратилось в огромное мучение. Добежал. Я выбежал с двух часов, я планировал. А это такое. Но результат для любителей очень считается классным, если ты из двух часов убегаешь. И на финише меня встретила моя подруга, коллега. Дала мне банку пива. Я прям там на финише. Пум-пум-пум-пум-пум. И мужчина, который сзади за мной финишировал, он говорит, ну, что ж, мы же на главной площади, около собора. Главного, я говорю, мне всё равно. Я в моей жизни столько много всего произошло. Я не могу больше. Не могу, не могу просто. Ух. В общем, пригубил. Прям пол-литра пива. Это был первый алкоголь мой. После, да. Поэтому сегодня, поэтому все бежим, а потом летом по барам. Жить, как говорится, хорошо. Международный тематик, наверное, не заканчивается. Да, надо нам тоже завести какую-то заставочку. Богатые тоже прячут в гостях у Брэкфаст-шоу. Да, потому что происходит, да, и медиазона. Кстати, сегодня большие гастроны. Я сегодня принесла всю свою работу в эфир, знаешь, когда мама взяла меня на работу. Можно иными словами сказать, Татьяна устроилась здесь между собой, как умовство сплошное. Лекция закончена. Не благодарите. А пока я вам ее рассказывала, Сергей Зенин поехал в горы на то самое событие, которое он ждал так долго и ради которого отложил вылет. Мы его теперь прекрасно понимаем. Чтобы постоять рядом с огромным костром Гашиша. Заметьте, как сразу после Зенин раскраснелся, расслабился, настроение его улучшилось, и он, наконец, впервые улыбнулся. От наркотиков идет очень едкий, отвратительный дым, от которого можно даже войти в состояние эйфории. 15 килограмм на шею. Не боись, я его в такое место спрятал, никто не найдет. Дым-машину. Нормально. Вот я молодец, а. Хайли Селасия, Ай, Растефа, Рай, Сергей. Ждем серию репортажей из Колумбии. У меня на сегодня все. В общем, достаточно. Там много воды. Короче, в конце его, значит, оголенная грудь, так сказать, не... Ну, она вообще-то не оголенная. Она прикрытая, вообще-то. Как это? Это проступающая, проступающая грудь. Его не устроила, так мать выглядеть не может, по его мнению. Тем более, родина. Не родина, не мать так выглядеть не могут. Не рассказывать ему о грудном вскармливании, он будет в шоке. Возможно, он избежал этого, так сказать, в своем младенчестве. Мы не знаем. И не только этого. Не исключено, что... Школа, образование. Нет воспоминаний таких. Смог избежать, молодец. У нас еще с реквизитом-то не все. У нас есть еще реквизит. У нас еще реквизит, для которого нужно немножко... Давай, давай, давай. Слушай, это... Во-первых, это, смотри, как... Это волшебное, магическое... Вопрос к нашим зрителям. Как же такое получается, что... Это магическим образом все... Магическим образом... Это ку-куха все-таки. Джунцы превращаются, брюки превращаются. Вот, это сумочка такая волшебная. Но, как вы понимаете, мы по старой традиции... Все православные и язычники, все россияне... Любят поесть. Не только, конечно. Бьют яйца, играют в эту игру. У нас тоже в этой сумочке яйца, но они особенные. Нам, да, нам их привезла. Все-таки мне так нравится вот это вот водить. Вот это вот так мне нравится. Да, у нас яйца непростые. Нет, уж очень мягкие. Вот такие вот у нас ку-кухиные яйца. А можно покрупнее сделать? Значит, просто показать... Вот они наши ку-кухиные яйца. Нет, и вы же понимаете, что произошло на самом деле. Ку-куха подбросила нам. Подбросила яйца-то. Мать-то. Мать-то какая. В общем, они и будут целыми до конца программы. А в конце программы мы с Александром тоже сыграем. Да, мы сыграем обязательно. Мы с друзьями как-то сидели, придумывали разные варианты ответа. И теперь попробуем. Самый-самый, который мне нравится. Максим, Христос Воскресе. Слушай, я забыл. Ну вот, все. Мне еще очень понравился вариант Христос Воскресе. А мы, я предлагаю нам приступить к делу, которое во всех городах, мне кажется, может как-то действовать, что-то делают это во всех городах. Ку-куха подбросила нам яйца. Ты хочешь бить или ты хочешь защищаться? А, или я хочу вот с собой забрать. Ну, я уж не знаю. Такая замечательная ку-куха. Как говорила героиня фильма «Убить Билла», ну раз у нас с киностраничкой сегодня, нападаешь, то во всю силу она говорила. Ох, так. Ну все, я сдался. Вот так. Я сдался. Все, все, я, вот, 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 моя ку-куха все-таки осталась со мной. Ну, прежде еще, когда Андрей Ромич Белоусов публично поддержал философа Ивана Александровича Ильина, справедливо уличаем его в пронацистских и профашистских симпатиях, тогда он получил прозвищу «Белокорые бестия Бебе», и многие обратили внимание на то, что он не красит волосы. А, в отличие от многих путинских чиновников этого возраста, акцентирует тем самым свою гетеросексуальность. Александр Лукашенко гулял там по полям. Давайте обратимся в сторону Александра Григорьевича Лукашенко. Он заставил просто рыть землю. Почему-то вдруг решил проверить глубину посева зерна на одном из полей. И вот на одном из полей... Если вы не поняли, что происходит? Причем нам настолько понравилась эта кукуха, что мы ее решили сегодня вам еще раз показать. Ничего страшного, чтобы закрепить кукуху второй свежести. Да, кукуху первой свежести, так сказать. Вот это, конечно, ответственный подход к работе. В полнометражном пультике там весь сюжет строится на том, что этот император зажрался, офигел, потом его злодейка превратила в ламу, и он таскался голодный и холодный по лесу в образе ламы, и только после этого стал нормальным, сочувствующим человеком, справедливым. Так я узнал, что ламы водятся в лесу. Окей, хорошо. Вообще не факт. Я думаю, что они только в зоопарке водятся, честно говоря. Лама дочь и лама мама. Обе. Мама лама. Господи. А где, собственно, император в этот момент? Поехали дальше. Так вот, Джон. Вот мы на тебе это и протестируем. Поедешь в лес, короче? Ламой. Да. Конечно. В 14 или 15, как это по счету, поеду. Обезьянка! Такое бывает. Кайф. Спасибо большое, Лид. Спасибо огромное, что... Что за... Сразу никто не уходит. В гостях так не принято. Господи, я думаю, может, все и торопится. Может, дети, еще что-то. Мне стыдно. Ты знаешь, когда дети... Я ведь только и рада. Я это говорю. Я говорю, Витя, все, я сейчас быстро, я сейчас как можно быстрее. Держись, держись. И начинаю очень медленно идти и засиживаться. Поэтому когда с такими честными лицами мы начали высказываться, вот, и поддержали, и зиганули, что же в этом может быть такого странного, ребята? У нас прошел супер-евент на этой неделе. Мэтт Галла по-русски. Вот, оценим, вспомним образы прошлых лет с Мэтт Галла в России. И вот это мне тоже нравится. Я хочу Путина в цветочках. Знаешь, я до сих пор под впечатлением, после того, как узнала, что Конституция в переплете из кожи варана вообще. Вот та, на которой он приносит присягу, если я правильно помню, это рассказала Анна Мангайт на дожде, что Конституция... Да-да-да, сейчас переплет кожи варана, да. Сейчас мне надо будет... Да-да, переплет специального экземпляра Конституции сделан из тончайшей кожи варана красного цвета. Ну, вообще, для бумеров и для более старших людей-то поясняйте, конечно, что такое... Варан? Мэтт. Конституция? А, ты! Я-я-я-я-то под словом «метт» вообще другое совсем подразумеваю, что... А, ты еще подожди, ой-ой-ой, 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 Саша, Саша. Да, что лучше в видеотрансляциях не упоминать, так сказать. Да. Так, ну ладно, в общем, я думаю, что в следующую инаугурацию, если она будет, Владимир Путин прибудет в костюме из кожи варана. Почему-то есть у меня такое ощущение. Главное, попросила, никто не сказал. Это благотворительный балл, на самом деле. Да. Благотворительный балл. А, в смысле, ты не шутишь сейчас? Извините. Я думала, это так просто, ну как бы не ты, а для зрителей. Я уверен, что 90% наших зрителей не имеет ни малейшего понятия, что это. Да? Ну ладно. Ну ладно, окей. Теперь имеет. Путин в костюме из кожи варана, это слишком страшно, мне кажется. Мне жалко варанов. Они не должны умирать ради такого. Ну ладно. Тут ковараны. Они не сбрасывают кожу, как некоторые ящерицы? Можно же сбросить. Ты думаешь, там из шелухи все это... Окей, ладно. Хорошо. Сделано. А я думал, они нормальную сбрасывают, из которой что-то делать можно... Линька варана. Сейчас я буду это гуглить. Линька варана? Давай. Да. Ты не поверишь, но действительно, даже существует линька капского варана. Какая-то. Его надо вычесывать? Выглядит, как самая обычная линька... Если вараник грумер. Наверняка. Но это так. Ну да. Доброе утро. Доброе утро вам. Забуду имя, любимое мое, твое имена. Дальше ты прослушал, мне кажется, Плющев. Не, а как... Что ты? Заснул. Да ну. Не, ну посмотри, ну. Да, точно. Заснул. Ну, я кажется, ты где-то витаешь в углаках. Дальше у нас Норкин и его проблемы... Отдаю вам инициативу. Вот так. Кстати, о музеях. Вот вы сейчас говорили тоже о музее. И вы представьте, я была в музее Капитал-шоу Поле чудес. Юля, расскажи, умоляю, расскажи, что это. На самом деле, да, вы только об этом заговорили, и я начала хохотать тут за кадром. Ну, я не совсем была в музее, просто в Останкино, есть такие темные страницы моей биографии, когда я там работала, там выставлялись такие витрины в холле, где, собственно, вот все эти сувениры... Помидорчики, огурчики. Да, очень много было консервантов всяческих, очень красивых. Иногда банки такие прям настоящие произведения искусства практически, хендмейд. И, ну, всякое, естественно, всякие подделки, открытки от детей, предметы такого народного творчества из регионов. Там, где хохлома, везут хохлому, там, где, я не знаю, гжель, везут бежель. В общем, на самом деле, было интересно проходить мимо этих витрин. Не совсем это был музей, но вот такая заявка на музей, да, потому что и описания были, кто привез, откуда, этикетки, в общем, все, 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 чин по чинам. Ну, сами понимаете, ой, рекламные паузы. А-а-а! И продолжаем мы с бывшим послом Израиля в Москве Александром Милманом. Александр, доброе утро. Аркадий, Аркадь, что я говорю, то какой Александр? Это я, Александр. Александр, это ты? Да. Хотя иногда Евгений. Да, Аркадий, прошу прощения. Все в порядке. Да нет, все нормально. Не первый год знакомый, Аркадий, вы знаете, чтобы у нас что-нибудь не напутали, такого же просто не бывает. Не бывает, да. Хочу напомнить, что у генерала Попова был, да, как это, позывной «Спартак». Хочу сказать, что сезон у «Спартака» не удался, мне кажется, полноценно. Тут, я думаю, Саша и Таня как бы понимают, что сезон... Провальный сезон, прямо скажи. Провальный сезон, да. Я бы сказал, не попали в Лигу чемпионов, да, то есть вот, мне кажется... Да даже в Кубке России, видимо, не смогли выступить. И с генералом Поповым, я боюсь, примерно такая ситуация. И отдельно, с большим наслаждением, я кладу на московский «Спартак». Есть еще вот такая. Ну и раз... Это лучше, это лучше, это больше нравится. Вот мне тоже, поэтому я не удержалась. Я сделала вот. Это моя иноагентка. Красиво, я знаю, Сэр, спасибо. Ну и, конечно, чтобы завершить, я не смогла этого не сделать. О, потрясающе. Саша отправлю, пусть поставит себе на аватарку куда-нибудь. Юрий Евгеньевич, здравствуйте. Доброе утро, Юрий Евгеньевич, шикарная сорочка. Доброе утро, здравствуйте. Александр у нас эксперт по сорочкам. Конечно. Если он хвалит, это действительно что-то удивительное. Мне понравилось, как ты меня представил. Короче. Христос воскресе. Спасибо. Ну, короче, да. Оля, что ты в каком-то цупе сидишь? Это что? Что у тебя за... Где ты? Я сижу в секретном бункере, можно и так сказать. Пока что эта информация вам не может быть доступна. А ты какая, а? Лиса, леса. Секретная. Лиса. Там доступен... Когда-нибудь вы узнаете. Только ТикТок доступен. Я думал, в итоге подошла, все нормально. А что ты, все нормально? Так. А ты можешь, Сереж, вывести, посмотреть на экран какую-то картинку? Напишите в комментариях, может быть, мы скинемся донатами, перекупим Сергея Сергеевича у Медиазоны. И будет он нам по субботам, воскресеньям рассказывать новости. Которых обычно нет в субботу, воскресенье. Да, удобно. Сделал выпуск в пятницу. И пошел. По четверговым новостям. Конечно, конечно. Ну, как тебе объяснить? Смешно то, что это РПОБЛОКС. Там сидят обычно 12-летние школьники, которые устраивают, на самом деле, это удивительно. Там устраивают... Каждый может устроить свой маленький мирок, типа как город или страна. И там действуют определенные правила. И вот, собственно, в одном из этих мирков произошел коммунизм, и все обнищали. Что мне нравится в этом, что, скорее всего, всем эти люди, которые там протестуют по 8 лет. И они протестуют... Я не хочу тут удушнить, но мне кажется, что в этом возрасте можно и в учебниках это прочитать. Что коммунизм ни к чему хорошему не приводит. Если бы мы в 96-м году сделали другой выбор, может быть, и так сказать... Так и в учебниках было бы другое написано. Могли бы сами на себе прочувствовать. А до 96-го года, Александр, а до 96-го года что было? Не читали книжек? О чем ты говоришь, господи, из книжек прочитать? Ты слышала, что у нас люди как бы вот там вот на верхушке говорят вообще? Это причем те, которые наблюдали в половине случаев это все своими собственными глазами. Какие книжки? Ты что? Надо сразу прививать, надо короче. В 6 лет ребенка берешь, сажаешь в Роблокс и заставляешь его работать за копейки, чтобы он получал очень мало этой внутриигровой валюты. Потом он протестует, начинает строить капитализм. По-моему, отлично. Мне нравится. И вообще, на самом деле, вот в этом вот видосике, 10-секундном, как бы собрано все, что, в принципе, мы здесь сейчас обсуждаем. Тут тебе и международная Александра, потому что это все с американцами происходит. Тут тебе и эллипсис, экономика. Вот мы все изучили, все, никакие эксперты не нужны. Достаточно просто посмотреть прекрасные тиктоки. Короче, в следующий раз просто рестримим игру в Роблокс, Александр. Мы с тобой не приходим. Может быть, даже как-нибудь, ну, договоримся с Юрием Евгеньевичем, чтобы он включался в этот стрим. Дальше все. На карте, как я понимаю, вот это все обозначено. Безошибочно находит в Белиссе наш режиссер, прямо с первого, так сказать, тычка на этой контурной карте, куда он отправился обратно. Я не знаю, что это за город. Ты что, ты что нашел? Дармштадт. Ты что, Дармштадт в Германии. Хорошо, ладно, не знаю, что связано у нашего режиссера с городом Дармштадт. Тут эти вообще не читаемые. Студген. Не надо. Тюбинген, вот, и все прочее. Так читаем или не читаем? Нет, это там перед этим было не читаемое. Я не прочитала. Тут уже на автомате. Попыталась собрать для вас максимальный кринж, чтобы вы не скучали по утрам. Да, но у меня в ушах все нормально, но все-таки наши зрители и режиссер подсказывают, что еще громче ты должна что-то подкрутить у себя, наш режиссер поможет. Или, может быть, мы будем говорить тише. Или, может быть, мы будем тише, да. И тогда все сделают погромче. Ну и напоследок наш ответ Сергею Смирнову. Реал Мадрид в финале Лиги Чемпионов. И на самом деле у меня чуть не разорвалось сердце, когда я вчера смотрела матч. Финал 1 июня. Ала Мадрид и на Дамас. Новости Бенбентона уже завтра. Все. До завтра. Пока. Что происходит в проекте шоу? Так вот, начальник этого департамента, генерал-лейтенант, фамилия у него Вертелецкий. Очень красивая фамилия такая. Ее как-то напоминает что-то такое вроде салона Анны Шерер. Белая гвардия какая-то. Да. Не чужд классики Юрий Евгеньевич. О, я слышу волшебное шуршание. Эть, эть. Эть, эть. Так, скажите, что это, Станислав Александрович. Есть, работает. Я, вот я себя слышу. Самое интересное в месте. Боже, мы никогда не знаем, что же там было-то у Иванова-то с Шойгу. А, а зрители слышали, есть звук. Все. О, наш любимый формат. Это любимый формат. Когда ведущие не слышат гостя. Класс. Тем точнее будут наши вопросы. Я тоже. Станислав Александрович, отвечайте. На вопрос про Иванова и Шойгу. Все, да. Приходите завтра в 9 утра по Москве. Сергей Смирнов. Александр Плющев. Браво. Так же надо, да? Я как бы не знаю ваших традиций. Вообще поддержать всю нашу большую команду. Ну и подумать, какая форс с вами сегодня. May the fourth сегодня. Сегодня 4 мая. Новости читай давай. Скажу я неправильно. Неправильно. Тогда без спойлеров. Да, без спойлеров. Имеешь ли ты в виду вот эту тему? Да, да. Смотрите, что у нас здесь. У нас здесь магистр Йода. Да. Мастер Йода. Прости. Боже, мне сейчас не чует. А у меня здесь R2D2. Подожди, подожди. А можно камеру подвинуть? Смотрите, там Саша с таким лицом. Вот, да. Ага. Давай поклепнее. А вот еще. Давай сделаем. Вот, да. Так. Вот. Привет. Ну, в общем, да. Мастер Йода. Да. Собственно говоря, почему? Почему вдруг сегодня мы об этом заговорили? День звездных войн. День звездных войн сегодня. May fourth. Потому что may force be with you. Да пребудет с тобой сила. Но звучит это, может прозвучать как may fourth, как четвертое мая. Ну, а мы будем с вами прощать. Что, еще раз? Нет, нет. Да, я еще раз хочу. Что, я думаю, боже, еще, еще. Ты Чубаку достанешь сейчас. Нет, нет. Все. Да, мы теперь уже можем прощаться все вместе. Вот. Спасибо большое. Завтра уже будем без соведущих. Без ведущих завтра будем уже. А если что, как-то, да, соведущих. Вот. Тогда еще один анонс от меня. Ура! Без которого не смогу выйти с сегодняшнего эфира. Как говорили классики, я устал, я ухожу. И сегодня мой последний эфир в Breakfast Show. Хочу сказать огромное спасибо команде, Александру, безусловно, лично. И нашим зрителям за эти интересные во всех смыслах два с небольшим года. И самое главное, что Breakfast Show остается, никуда не девается. И вся эта медиа империя продолжит существовать. Спасибо всем за эту замечательную поездку, почему поездку, за это прекрасное приключение, друзья. И обязательно еще с вами увидимся. Как меня зовут, вы уже запомнили. Поэтому легко это ищется и гуглиться в Ютубе, и не только. Для меня это некоторый сюрприз, скажу честно, потому что я был проинформирован о том, что это произойдет позже. Но рано или поздно все происходит, окей. Спасибо большое, Нинора Сибашвили, за все, что было сделано за это время. И мы всегда рады тебе. Если вдруг ты задумаешь, как ты вернуться, мы всегда тебе рады. Спасибо большое всем. И тебе, конечно же, еще раз, Александру. Спасибо. Пока. Субтитры подогнал «Симон»